Всем всего самого доброго, светлого и чистого. Здесь расклад на любовь и отношения и на игральных картах. Давно просили друзья на игральных картах. У меня есть на моем канале много раскладов на этих картах. Итак, мы смотрим мысли, чувства партнера, его дальнейшие действия, делаем диагностику, разбираемся в его поведении, в вашем будущем, с человеком, о котором вы всегда или иногда смотрите. Это уникальные карты игральные. Они куплены мною на Ванкувер-Айленд, на острове. Остров тоже называется Ванкувер. Здесь неподалеку, нужно на пароме ехать. И это карты местного художника, который сделал такие своеобразные карты Ленорман, канадские. Так что будет интересно, я надеюсь. Вначале мы с вами посмотрим подрядом, выложим всю колоду. И я хочу посмотреть, что за человек. Вот его глубинное отношение к жизни. И лучше, чем Грэн Табло, ничего не показывает. Грэн Табло — это на все карты. Грэн Табло — это табличка большая, на все карты. Грэн Табло можно делать и на Ленорман, и на Кипер, но на Игральных, конечно, и на Младших Арканах Тарода. И здесь, в этих триадах, все понятно и видно. Мы просмотрим, какие карты будут вокруг него. Это червовый король, тот, о котором вы думаете. Всегда вопрошающий, это червовая дама или червовый король. Но если вы хотите себя просмотреть в других хипостасиях, там крестовые, бубновые или других людей, естественно, здесь тоже можно это делать. Хозяин-барин. Я гомеопат, и я знаю, что вопрос заданный вашими словами, вашей энергетикой, правильным. Я не могу перефразировать ваши вопросы. Вы спрашиваете у моих карт. И моя задача универсально говорить так, чтобы вы все поняли, когда трансформируете метафору, которую я произношу, на себя, на свою ситуацию. Ну вот, расклад выложен, я начну сейчас его трактовать вам. Мы здесь видим с вами, что червовый король прямо сразу вышел в первой тряде. Рядом с ним крестовая дама и девятка крестовая. Теперь мы ищем вас. То есть червовая дама — это тот, который пришел на расклад и задает вопрос картам. Итак, где у нас здесь червовая дама? Одну секундочку. Так, что-то я не вижу червовой дамы здесь. Вот в чем дело, да? Хотя это 36 карт, как такое? А вот, червовая дама во втором столбце. Интересно, да, вы спрятались от меня, да. Итак, червовая дама во втором столбце — это второй ряд. и по диагонали второй ряд, по вертикали и горизонтали. Рядом с вами король бубновый и восьмерка пик. Ну вот, такая раскладка. Перед вами карта туз пиковый. И это говорит о том, что вы сейчас переживаете, вам что-то неясно. Туз бубновый — это ясно что-то. А если рядом стоит дом бубновым, то у спиковый, вам чего-то неясно, непонятно в этих отношениях. Чем занимается ваш червовый король? Он может быть занимается делами. Девятая трефовая девятка говорит, что он может быть на работе или серьезно занят делами. Ищет работу, ищет заработок, ищет, как покрыть долги. В общем, занимается финансами серьезно и работой. Сзади него крестовая дама — это другая женщина в вашей жизни, которая на него давит, наблюдает за ним, в общем, заставляет его чем-то заниматься, чем он не хочет. То есть толкает его куда-то. Она со своей крестовой картой. То есть крестовая дама с одной стороны, а её интерес, девятка крестовая, с другой стороны. Говорит о том, что она, в общем, его, наверное, обманывает, руководит мужчиной. У вас ситуация вот какая. Вами не то чтобы руководит и управляет, нет. Вами интересуется Бог, новый король со своим каким-то интересом. Этот человек страдает давно любовью, болеет любовью к вам, потому что тут и туз пиковый, и восьмерка пиковая. Болеет, страдает, слезы льет, переживает, ему пустуется, тоскуется. И он никак не может привлечь ваше внимание, потому что вы увлечены червовым королем. В конце расклада последняя триада это пиковый король, новый знакомый, который к вам идет со своими хлопотами. Пиковые хлопоты у него, может, и напрасные хлопоты, потому что, видите, даже можно сказать, возле вас вьются два человека, но вы увлечены одним. И последняя карта в раскладе это встреча. Это встреча любви. Семерка червовая. Это встреча любви. Так что расклад довольно интересный и многообещающий. Смотрите, когда мы видим гранд табло, то есть все карты перед вами выложены, здесь не может быть никаких тайн. Все тайны открыты. Что касается этого человека, что касается вас, вашей общей жизни, ваших забот и проблем. Пиковая масть — это всегда проблемы. Крестовая — мой социум, то есть это ваше родство и его родство. Червовая масть — это те люди, которые с вами заодно, то есть вам не враги. Ну и крестовые — это, конечно, бубновые, крестовые. Бубновые — это могут быть дела, финансы, или же какие-то люди не очень хорошие в вашей жизни. Я вижу, что здесь какие-то тайны, тайны вашего мужчины выходят на поверхность, потому что он, в принципе, хотел бы, вот первый столбец — это всё по нём. Он хотел бы делать все свои дела по десятке крестовой. Тяжёлая у него дорога к вам, шестёрка пик. И вот десятка пик, он давно уже потерялся с реальностью. Да, он переживает, волнуется, у него многие вещи не получаются. И самое главное, что то обещание, которое он вам дал, он не может кипать, он его не может исполнить. Потому что сейчас что-то не то происходит с финансами, да. У нас вот семёрка бубен, потом у нас идёт ещё шестёрка бубен. То есть он хочет решить какие-то дела перед тем, как появится у вас на пороге. На пороге он у вас точно появится, но это будет через какую-то крестовую, крестовый туз. Это может быть казённые дела или бумажные дела, дела у нотариуса, или визы, выплаты. Он должен что-то решить. Где-то что-то проплатить, девятка пик. У него что-то не получается с финансами, тузом. Вернее, не туза, а валет, валет бубен. Когда мы переходим на второй столбец, там, где вы начинаете буквально здесь вот вашу историю жизни, то я вижу, что вот последний ряд, десятка червовая, дама пиковая, десятка бубновая. Сейчас действительно препятствует вам какая-то пиковая дама, это какая-то разлучница у кого-то, у кого-то просто обстоятельства, они очень хорошие. И они связаны с крестовым королём. То есть с людьми, да, там люди, крестовый король, валет червовый, то есть сердечные заботы и хлопоты, и червовый валет не решаются по вине какого-то человека. Это крестовый король может быть казённое лицо, потому что он со своими делами, восьмёрка крестовая, мешает решению ваших задач и проблем в жизни. Последний ряд, вернее, вот этот последний столбик, да, мы тоже анализируем с вами и мы видим, что девятка червовая это любовь, червового короля к вам. Сейчас есть препятствие. Вот этот корабль говорит о том, что вы где-то на расстоянии с ним, многие из вас, по вине крестового вальта, то есть хлопоты, заботы, социума, вам пришлось куда-то ехать. И вот по этой вине и по вине бубновой дамы, вполне вероятно, с её делами, бубновая восьмёрка, а также с её, знаете, по девятке бубен, может быть, даже с её финансовыми вложениями какими-то или завистью на финансы. Вот. Она вам довольно долгое время мешала. Но шестёрка червовая следующий ряд говорит, что дороги червового короля к вам открыты. Открыты, но они немного затягиваются по семёрке пик, и обстоятельства просто складываются таким образом, что, ну, дилей, самолёт отложили, да, или же визу нам нужно подождать, или ещё что-то сделать, или работу нужно закончить. Вот. И пиковый король, конечно, в последнем ряду показывает, что действительно состоится встреча, она будет многострадальная, но она будет приятной и для вас, и для человека, о котором вы думаете. Его поведение, знаете, он старается, но у него очень много помех, потому что вот эта крестовая дама рядом с ним, это помехи. Вы его глазами, он буквально сверлит вас глазами, да, он смотрит на вас, вы недалеко от него находитесь, он сверлит вас, потому что он подозревает, что вам нравится был новый король, который возле вас кругами ходит и чего-то от вас хочет. Но встреча будет, как говорится, место встречи изменить нельзя, эта встреча будет, потому что он к вам приедет, вот, и вы будете довольны результатом. Но сейчас идет какая-то магическая отработка, откат какой-то идет бубновой и крестовой дамы за их плохое поведение в вашу сторону. Сейчас вы знаете, что вот именно с этого расклада начинается то, что все-таки будет легче вам дождаться его, легче какие-то дела решит и сделать. А этот расклад тоже показывает, какая женщина живет у него в сердце, кого он любит. Он любит вас, потому что его взгляд на вас, да, и вы тоже имеете взгляд на него, так что любит он, конечно, вас и только о вас думает. Вы живете у него и в голове, и в сердце, я бы сказала. Но он не находит сейчас себе места, он немножко ревнует, наверное, не знает, что с вами происходит до конца, но он привык вас контролировать. И с ним творится сейчас что-то неладное, он в отчаянии, даже, может быть, он болеет, там все-таки пиковая шестерка у него в ногах, так что вполне возможно он и болеет, или подвержен каким-то предупреждениям, в общем, слушается неверных советов. И он даже не догадывается о том, что, в принципе, он мог все решить намного проще, если бы не было этого влияния третьих лиц. И эти люди, которые вокруг него, они не то, чтобы ему плохого желают, советуют, они просто хотят им воспользоваться. Это главная проблема. Сейчас вашу жизнь перевернёт какое-то событие, которое бы вы даже не ждали, потому что у вас дороги открываются какие-то совсем вам неизведанные, дороги на любовь, на деньги, в общем-то, и признание в любви какого-то крестового короля тоже возможно. у вас. Вот такая вещь. Здесь ещё можно сказать, что он придёт с какими-то словами или напишет вам сообщение, нужно верить его словам, потому что до сих пор вы его словам не верили, вы считали, что он неискренен, он был раньше неискренен, но сейчас его жизнь поставила перед такими сложными условиями, что он, ну, у него просто нет совершенно возможности больше быть неискренним, да, нужно ему доверять, он избавится от всех преград, и мы сейчас сканируем не только его и его окружение, его окружение довольно слабое, то есть его окружение на него сейчас влияет намного ослабее, ослабело, не так, как раньше, и это хороший знак. Вот постучится в вашу дверь, избудется то, чего вы хотите. Такое у вас время сейчас в жизни, это время перемен, это время наводить мосты, это время взрослеть, да, потому что Вселенная этого хочет для вас, так распорядилась судьба. И я бы сказала, это такой судьбоносный расклад, я могу с уверенностью сказать, что это предрешено свыше, и это не подлежит изменению. Вот то, что вы встретитесь, да, и то, что вы не будете одна и будете счастливы в личной жизни, это предрешено свыше, и не подлежит никакому изменению. Нить вашей судьбы, она тянется между людей, которые сейчас вам будут помогать, и мешать больше никто не сможет. Потому что все, в принципе, враги наказаны уже, они просто испугались, попрятались по своим норам, да, вот такая вещь. Всё это проклятие вернётся к врагу, да, вот их, они со своими бубновыми и пиковыми заморочками остаются. Ну, а он хочет выйти на связь, он умоляет поговорить, и даже через этот расклад состоялся у вас с ним разговор. Открылись его тайны, открылось понимание, к чему он стремится. Он обладает магической силой, кстати, вы тоже. Отношения немного кармические, судя по раскладу, но он и вы обладаете очень похожей магической силой. У вас большая телепатическая связь друг с другом, поэтому я вижу, что вполне возможно вы ещё не в курсе дела, но скоро уже всё наладится, скоро войдёт в свои берега, как бы сказать, жизнь, да. Сейчас я эти карты соберу, с вашего позволения, и мы сделаем расклад на двоих, то есть мы посмотрим традиционный такой расклад с левой стороны госпожа, с правой мужчина. всем желаю счастья, сейчас при вас я готовлю карты, и это игральные карты, конечно, это классные карты ванкуверские, кто не знает, кто не смотрел мои расклады на этих картах, у меня они давно уже, много лет есть на этих картах, но довольно редко, я не часто их раскладываю, сейчас мы посмотрим с левой стороны госпожа, то есть вопрошающий вы, как вас видят высшие силы, какие есть тайны, что у вас в ногах, что будет, а с правой стороны мужчина, его тайны, его действия, вот, и с вашей стороны выходит карта туз крестовый, вот так видят вас высшие силы, с его стороны карта дама бубновая, а теперь, что вы скрываете, здесь семерка червовая, что он скрывает, здесь десятка червовая, сейчас мы еще посмотрим, что в ногах, то есть, что вы будете делать, что он будет делать, у вас валет пик, у него король, вернее, восьмерка бубен, здесь написано, поэтому я разворачиваю, чтобы вы могли прочесть, я смотрю только прямые в этих рамках, король пиковый между вами стал, а ваше дальнейшее будущее семерка пик, и так, с вашей стороны дополнительная информация по вальту бубновому, с его стороны дополнительная информация по девятке бубновой, ну что, расклад многообещающий, давайте будем трактовать его подробно, и так, здесь видно, что, ну, я никогда не бываю голословно, все, говорю как есть, да, перед вами, карта видно, и устанавливается новое правило ваших отношений, и в этих правилах не будет больше никакой лжи, потому что король пиковый, это, или новый знакомый, кстати, будет на вас и на него влиять, вполне возможно, или казенный человек, или он станет казенным человеком, на какой-то государственной службе будет, или вы, вообще-то, если это не личность, король пик, то это субстанция, это говорит о том, что все тайны, которые были между вами, будут открыты, почему? Ну, здесь очень просто, король пиковый со своей семеркой пиковый, то есть, со своими встречами, да, со своим интересом идет к вам, это означает, что тайны ваши будут открыты, и тайны довольно, такие, знаете, своеобразные, в плане того, что он и вы теперь уже пришли к такому пониманию себя и взаимопониманию, что вы не хотите больше лжи, раньше между вами было много лжи, это могло быть связано с бубновой дамой, она с его стороны, то ли какая-то бубновая дама заняла его место, потому что эта карта в позиции, как его видят высшие силы, почему высшие силы его видят как бубновую даму, вот, он же, ну, не дама, да, и не бубновая, то есть, если мы рассматриваем бубновую даму просто как материальную сферу, то он хочет хорошо заработать, закрыть долги, получить наследство, получить какие-то выплаты, он хочет хорошо зарабатывать, может, дом построить или квартиру, вот это он все хочет, это может быть его амбиции, но если у некоторых из вас бубновая дама это человек, то какая-то особа, может, разлучница у кого, у кого мать, у кого бывшая, но какая-то особа заняла его место, то есть, он сам себе не принадлежит, он под мороком находится, то есть, им владеет какой-то оборотень, поселенец, в виде бубновой дамы и руководит им, и эта бубновая дама высказывает им очень много любви, но это все ложь, это не любовь, это ложь, обман, десятка, червовая здесь именно как обман проходит, потому что это тайна бубновой дамы, что она на него сильно влияет, вы знаете, что это за человек в его жизни, с вашей стороны у нас туз крестовый, то есть, видите, вы тоже не представлены картой двора, там королева или еще как-то, а вы представлены тузом, туз крестовый это как инстанция, что ли, казенный дом, да, это социум какой-то, ну что, что-то означает, что у вас, на вас влияет социум, на работе или дома, что, видимо, вы подвержены каким-то переживаниям сильно, потому что туз это высокие карты из 36 игральных, поэтому вы здесь сейчас находитесь вот в такой весомой странице вашей жизни, когда вы многое можете решить, все-таки это туз, многое можете решить, и у вас состоится семерка, червовая встреча, где откроются тайны мужчины, да, это червовая встреча с червовым королем, то есть вопрошающим, да, тот, о котором вы думаете иногда или все время, это касается вас и его, и в раскладе то, что я говорю, каждый слышит по-своему, ловите свои моменты, как я не забываю вам сказать, это важно, но встреча будет, и встреча будет очень успешная, потому что с вашей стороны семерка червовая, а вот с его стороны десятка червовая, то есть он будет делать все возможное и невозможное, чтобы встреча состоялась, чтобы вы поверили в его чувства, и чтобы вы поверили фактам из его жизни, чтобы вы открыли все тайны, но это бубновое может быть просто в ужасе, да, она как враг, она в ужасе, она точно не ожидала, что он не выполнил то, что он ей обещал, он просто сказал, чтобы от нее отделаться, а он все выполнит касательно вас, и она натравливала вас на него или его на вас, то может быть даже ваша подруга у некоторых проиграется, но это ничего не меняет, неотвратимо случится то, что вы встретитесь, и это неизбежные перемены, причем во время этой встречи, очевидно, вот у вас в ногах валит пик, это напрасные хлопоты, не старайтесь красиво одеться, там накраситься красиво, нет, естественно, старайтесь, но не через миру, потому что это вызовет у него подозрения, да, просто будьте собой, вы здесь не старайтесь, напрасные хлопоты карта, а с его стороны у него в ногах восьмерка бубен, он придет с каким-то подарком, он захочет вас удивить, он захочет что-то приятное вам подарить, точно расскажет о своих врагах, точно будет вас добиваться, и точно в итоге обе стороны вы и он останетесь в таком немножко замешательстве, зачем это все было, вы спросите, у вас все-таки сомнения пикует валит, а он будет уверен, что он красавчик, восьмерка бубен, и еще у него девятка бубен, это означает, что он хочет вам рассказать, что вот он дела устроил, у него зарплата будет хорошая, что он возьмет на себя ответственность, это первые звоночки новых перемен, да, на ближайшее будущее, у него действительно дела идут лучше, и долгожданные перемены, давно вы уже этого ждали, это случится, вам, вам в принципе это сердце успокоит, вы скажете, наконец-то он стал серьезнее, семерка пик говорит, что эта встреча для вас все-таки не будет решающая, потому что у вас еще на уме есть какой-то новый знакомый, но не у всех, но у многих король пик, через этого человека к вам могут прийти деньги, Валет Бобин, может прийти, знаете, человек вас выслушает, какой-то более спокойный, поэтому вы уже не desperate, вы не в том положении, когда вы переживаете, у вас больше нет другого варианта, и поэтому тот человек, о котором вы сейчас думаете, и мы на него гадаем, он еще больше будет впечатлен вами, его сердце будет гореть любви, он в таком будет отчаянии, недоумении, восторге, вот это все, потому что он увидит, что вы, ну вы спокойная, да, он это увидит, и это ему нравится еще больше, чем раньше, вот здесь так, ну вот так будет встреча, будет разговор, напишите обязательно, как с вами проигрался расклад, ну а мои расклады смотрим дальше, получаем помощь всегда от моей работы, всем добра и любви, всем всего самого доброго, светлого и чистого и большой любви, это игральные карты, которые говорят чистую правду, и в тот момент, когда вы смотрите, задавайте картам ваши конкретные вопросы, будет ли встреча с загаданным человеком, с чем он пожалует, любит ли вас тот человек, о котором вы думаете, что у него на уме, на сердце, есть ли у него тайны, все посмотрим, все раскроется, и кто вы для него, и так, если в раскладе будет шестерка червовая, или же десятка червовая, это значит, что встреча будет и закончится большой любовью, но посмотрим, посмотрим, в раскладе будет, будет три ряда, и первый ряд покажет, начиная с диагностики, будет ли встреча, смотрите, уже шестерка червовая есть, и девятка червовая, красота, красота, вы знаете, король пик может говорить о том, что новый человек у некоторых будет, да, король пик это тот человек, о котором вы думаете, вполне возможно, может он казенный, или на работе, или же страдает, пустуется ему, болеет, может быть, ну пиковый король это, слезы льет, переживает, или же рискует жизнью, здоровьем рискует, что-то у него не так происходит в жизни, но во всяком случае, встреча точно будет, девятка червовая в пределе, буквально в первом ряду, и так крестовая дама, что это означает, это может быть ваш портрет, вопрошающего того, кто пришел на расклад, высшие силы видят вас, как крестовую даму, то есть это человек семейный, как жена, социум, социум как семья, социум как работа, вообще, ну мы другие люди, другими словами, и раз другой человек, это партнер, муж и так далее, то крестовая дама здесь происходит, как жена, вы будете его жена, с ним будет встреча, типа шестерки червовой, эта встреча будет очень приятная, потому что девятка червовая может быть вполне признанием в любви, и очень хорошо все будет, восьмерка Бубин говорит, что может он придет с подарком, не поскупится, будет щедрый на этот раз, ну и некоторые из вас смотрят и на бывших, и на тех, с кем вы в разлуке, или еще на других людей, вот, и я хочу сказать, что если хочется, смотрите, иногда нужно какой-то гештальт закрыть, какую-то точку поставить, чем больше жизненных сценариев мы рассматриваем, тем лучше для нас, но в данном случае, здесь у некоторых из вас, кто не имеет отношения, вполне возможно, что будет встреча с новым человеком, король пиковый, король пиковый часто новый знакомый, который идет к вам со своими крестовыми хлопотами, варьет крестовый, и этот человек, он хочет открыть вам сердце, хочет рассказать что-то, хочет вас заверить в том, что он вас любит, вы кому-то очень нравитесь, кто-то может быть уже сейчас следить за вами, хочет быть с вами, хочет сделать вашу жизнь красивой, приятной, не хочет вас терять из виду, может скучать, тосковать, если вы не вместе, пиковая мысль, это тоска, печаль, переживание, такое может быть. Валет крестовый часто показывает на заботы с социального плана, но поскольку вы в раскладе представлены как крестовая, хотя вы червовая, поймите, но это еще одна ипостасия вашей жизни, вы представлены здесь как дама крестовая, то есть человек с заботами семейными, то вы со своими заботами семейными, Валет крестовый, идете в правильном направлении, к деньгам восьмерка бубен, к любви девятка червовая, и к встрече, какой-то червовый король, и пиковый, кстати, тоже, вполне возможно, два человека вами интересуются, как я сказала, у всех по-разному проиграться, поэтому это и варианты, какие-то два человека кладут дорогу к вашему порогу, вами интересуются, хотят быть с вами, и в этом люди не безразличны, а даже наоборот, очень даже нравитесь. И на вас стоит тоже, на вашем поле стоит биологическая защита, то есть никакого негатива нет, и семья света, семья ваших предков вас защищает сейчас, вот через этот расклад. Это очень хорошо. И в вашем сердце, может быть, сейчас по крестовой масти, какие-то дела вы решаете по семье, дети, родители, или добыт, какие-то деловые или бытовые ситуации перед вами стоят, которые вы решаете. Сейчас будем выкладывать второй ряд, который еще больше покажет. у нас шестерка пик, восьмерка пик, ой, десятка червовая таки вышла, прекрасно. Валет бубен, и шестерка бубен. Здесь вы видите, это такие своеобразные Ленорман, на канадские мотивы, да. Карты сделаны художником, который живет на Ванковер Айленд, вот здесь возле Ванкувера есть острый такой большой, да. Там у нас, кстати, ну кто не знает, да, есть даже университет, такое приличное место, очень красивое, я там бываю часто. Я там купила вот эти карты. Они игральные, но на них вот эти сюжеты, это как карты Ленорман. Вы знаете, иногда вот даже есть карты по знакам Зодиака, например, есть карта Близнецов, Раков, Львов, Дев, вот это все есть тоже. Смотрим дальше, еще один ряд выкладываем. Сейчас все протрактую. Десятка пик, кто-то слезы лед по вас, десятка крестовая, какие-то дела решаются, бумажные дела или по бизнесу, по работе. Валет Пиковый говорит о напрасных лопотах какого-то человека, может быть дети, потому что здесь еще и Валет Бубин, заботы о детях, воспитать детей, ну надо было воспитывать маленьких и взрослых, уже как бы и не нужно, то есть не хлопочите о детях, здесь говорится, девятка Бубин говорит о деньгах, хлопочите о своих делах, скорее всего. Какие-то дела решаются у вас. Давайте перейдем ко второму ряду. У вас будет поздняя встреча по шестерке пик с человеком, может быть, который откроет свою душу. Девятка пик может говорить о слезах, кто-то будет плакаться, слезы лить, рассказывать что-то неприятное или неприятные новости могут прийти от родственников. Они могут просить денег, они могут рассказывать, каким плохо, может кто-то из родственников даже болеет. Но дальше всё идёт до красной карты во втором ряду. То есть да, будет какая-то неприятная новость, вам придётся как-то её решать, но всё это перекроет, все эти ваши волнения перекроет встреча с червовым королём или встреча, или разговор. Червовая встреча будет по десятке червовой. И деньги, которые вам нужны будут или для себя, или для родственников, вы получите по вальту Бубин. Это хлопоты, заботы денежные, которые реализуются, потому что следующая карта шестёрка Бубин именно о том, что открываются дороги, чтобы получить какие-то выплаты, деньги получить. Третий ряд в раскладе показывает, как я уже немножко сказала вам, разные перипетии вашей судьбы и особенно две десятки, пиковые и крестовые, связанные с тем, что сейчас решаются какие-то важные вопросы в вашей жизни и уровень всех вопросов он довольно высокий. то есть раньше было как-то депрессивно, не везло, ничего не получалось, вы не знали, что делать, но сейчас как-то всё начнёт двигаться, дела начнут решаться. и вы как бы баловень судьбы, что ли, теперь будете, да? То есть судьба решила вас выбрать, чтобы решить ваши все дела. Высшие силы решили вас выбрать. И вы должны сейчас встретиться с кем-то, поговорить. естественно, вы услышите друг друга. Это прямо сейчас человек уже о вас думает, уже думает, как с вами связаться. Так что это тоже вызов на разговор, вызов на свидание. И в это время, когда будет разговор, вы поймёте, а, я же видела расклад об этом. Точно, это же в раскладе было, да? Это очень хорошо, потому что вы готовы, готовы к этому серьёзному разговору. И здесь, через этот расклад, мы видим, что в будущем, в принципе, всё наладится, но будет не так, как вы хотели, будет по-другому. Да, дом будет, быт наладится, отношения будут, но они будут другие. Вот не такие, как вы думали. Всё как-то будет по-новому. Такое видоизменённое, что ли, да? Потому что тот человек, с которым вы давно не вместе, он поменялся. Он как бы вам казалось, что пошёл в другую сторону, запутался, да? Линия вероятности с ним на взаимопонимание, она как бы смылась, стал какой-то такой блик никакой. Непонятно, что за человек, но объективно сейчас он входит в свои берега, можно сказать, да? И здесь мы видим проекцию его будущих действий. Он выйдет на связь. И ваши отношения начнут меняться, улучшаться, углубляться, приспосабливаться к друг другу. Ему плохо живётся без вас, он без вас больше не хочет. Он больше не будет себя так плохо вести, потому что очень боится вас потерять. Им управляли бесы долгое время. Очень долгое. И сейчас он не мыслит будущее без вас. Он льёт слёзы какие-то горькие даже, но он не скажет это, в душе так плачет, да? Потому что он понимает, какую цену ему пришлось за всё заплатить. Очень большую цену. И у него как бы захлопнулся какой-то железный занавес за ним, да? И назад дороги вообще никакой нету. Остаётся только дорога вперёд. Он не хотел идти, думал, это безумие. Хотел сдержать себя. Слушался людей, которые его сдерживали долгое время, раздраконили все его силы. В общем, да. Здесь какой-то кармический код, я вижу, который был связан с испытаниями. То есть у него по нумерологии рождение такое было что-то, всё было связано с испытаниями. Но сейчас его душа выбрала уже путь. Он уже перестал бояться или там выкручиваться, как раньше, да? Его род подтолкнул его на путь. И этим путём он пойдёт теперь наконец-то. И какое-то колдовство даже с него здесь, или воровство даже, с него снимается. И это очень хорошо. Сейчас его судьба так меняется, как будто бы такое чувство, как будто он подписал новый контракт. Пока он спал, вот духи пришли, заставили его подписать новый контракт. Вот. И это трансформация его пути. Это чётко видно здесь. Но это не далось так просто. Видите, я читаю эти две карты. Десятка крестовая, десятка пик. Это давалось ему с большим напряжением. И вам тоже вы терпеть умеете, да? Вы долго терпели, долго ждали. Долго терпели обман. У вас в ногах шестёрка пик. Это большой обман. Тяжёлая дорога, по которой вам пришлось идти. Тяжёлые испытания вы принесли. И здесь не только испытания одиночества. Здесь тоже испытания финансовые. И сейчас всё будет по-другому, потому что сценарий вашей жизни очень меняется. И прямо в потоке происходит чистка от негатива. Вас и этого человека. Была сделана порча. Особенно, знаете, на какое-то безумие была сделана порча. Он как бы без ума жил какое-то время. Какая-то нечисть сделала ему порчу на безумие. И отравила ваши отношения. А сейчас их нужно защищать. Вот и всё. Он винить себя. Он всё наконец-то понял, как бы прозрел. Он себя обвиняет, потому что пиковые карты говорят, что его душа плачет. Он очень хочет, чтобы вы его услышали. Это необычная просьба, в принципе, чтобы вы его услышали. Раньше вы ему говорили, услышь меня, а он вас не слушал. А сейчас вы поменялись местами. Вот. И все ответы на ваши вопросы он вам даст обязательно. Карты здесь раскрываются очень полно. И они показывают всё. Но плохое уходит, злые языки всевозможные уходят. Давайте я разложу сейчас ещё один ряд. крестовые девятка, семёрка бубен, восьмёрка крестовая. Что крестовые карты говорят? А быт, семья, быт, отношения в семье, девятка и восьмёрка, но это улучшение. Всё, что я сказала, вот в этих картах показано. Понимаете? У вас будет отношения, в семье будут улучшаться. И это очень важно увидеть. Вот эта средняя карта, семёрка бубен, говорит, что начнут деньги приходить. И эти деньги будут и заработаны, и что-то тоже очень удачно можно будет продать. Может быть, наследство, может быть, дом он удачно продаст. Я вижу, что вы этот расклад понимаете по-своему, да? И это хорошо. И это всё хорошо, это всё правильно. Это всё как нужно. Ваша жизнь будет улучшаться. А насчёт встречи, ну как мы с вами загадали, будет ли червовая шестёрка, это всегда показывает встречу, а десятка червовая, это когда человек уже решил быть с вами, принял окончательное решение. Здесь я вижу, что так тому и быть. Человек принял решение в вашу пользу, встреча будет. Ну а я вам помогу на пути. Смотрите мои другие расклады, чтобы с пользой проводить досуг, закрывать какие-то гештальты, рассматривать разные сценарии жизни, чтобы свой ум расширять, то есть давать возможность уму, быть открытым для возможностей. Это очень всегда полезно. Я с вами никогда не прощаюсь. Скоро увидимся.